Вот так у нас выглядит еще не сделанная часть, самую сложную часть мы оставили напоследок, стропила 150, то есть мы здесь делаем утепление 15 см между стропил, дальше поперек перпендикулярно стропилу нашиваем брусок 50 на 50 и добавляем еще 5 см утеплителя. Вот по сложности здесь у нас 200 мм утепления, посмотрите, вот есть такие вот места здесь, не очень качественные, это вот такие вот дырявые места и видим, что это яндово у нас в самом сложном месте, у нас вот такая вот дырка с этой стороны, то же самое у нас идет с другой стороны, сейчас я вам покажу. Посмотрите, вот в этой яндове тоже есть место, которое рванное, опять же яндово, опять сложное место и опять дырка у нас в гидроизоляционной пленке, соответственно, это место мы должны будем заклеить скотчем, чтобы сделать конструкцию нашу максимально герметичную. Сегодня хочу показать вам сложное место, как мы его будем утеплять, вот смотрите, яндово, соответственно, форма у нас утеплителя должна быть трапециевидная, чтобы утеплитель у нас максимально прилегал к вот этим вот стропилам. Хочу показать, как нужно резать утеплитель, как его нужно отмечать, чтобы вот это место у нас получилось максимально герметичным, максимально теплым, вот, соответственно, в конечном результате, когда мы порежем утеплитель, покажем вам, как мы его, соответственно, режем, вы увидите, что у нас получается в конечном результате. Есть у нас такой замечательный утеплитель Урса Пурван Нам он очень сильно нравится Поэтому практически на всех объектах Мы применяем именно вот этот утеплитель Сейчас мы будем вскрывать упаковку И показывать вам, как нужно правильно порезать утеплитель В это сложное место в Яндову Для того, чтобы нам утеплить вот это сложное место Такое, как Яндову Нам нужен вот этот кусок утеплителя Он у нас размер 1250 на 600 И толщина у него 10 см Мы его должны разделить на 4 части То есть 1250 делим пополам Это у нас получается 62,5 см Все, поставили рулетку на край Отмечаем 62,5 см С одной стороны 62,5 см С другой стороны Ну супер, прям идеально нам не нужен Нам плюс-минус несколько миллиметров Погоду все равно не сделать То есть вот мы условно половину отрезали Сейчас эту половину будем По этим половинным меткам будем отрезать утеплитель Ставим уровень для того, чтобы рез получился более-менее ровный И отрезаем Отрезаем утеплитель Значит у нас Вот мы теперь замеряем другую У нас получается 60 на 62,5 см Значит мы здесь отмеряем 30 с одной стороны 30 с другой стороны Также ставим уровень Чтобы у нас получился ровный рез И отрезаем его пополам Ребятам в данном случае удобно отрезать канцелярским ножом В принципе он очень легко режется Теперь у нас есть трапеция Замеряю вот эту трапецию сейчас Значит здесь у нас такая вот трапеция Мы должны сделать замер вот этого размера Дальше мы должны от него сделать такой вот Сюда вот размер 10 сантиметров И сюда размер 10 сантиметров Вот мы сделали метки И от этих меток сделать также расстояние померить Посмотреть сколько оно у нас будет Сделай замер Здесь у нас получается Сколько? 9,5 9,5 значит 10,5 Здесь у нас получается 17,5 18,5 18,5 18,5 20 возьмем 20,5 Там можно даже 11 Ну пускай там 10,5-11 А здесь вот мы возьмем 20 сантиметров Что мы должны сделать? Мы должны найти середину Если у нас 30 сантиметров Значит середина у нас должна быть на 15 И с другой стороны нам тоже нужно отмерить 15 сантиметров Так, все Дальше От этих 15 сантиметров мы знаем Что у нас, допустим, это будет большая сторона Мы знаем, что она у нас шириной будет 20 Значит нам с каждую сторону нужно отметить по 10 сантиметров В одну сторону 10 И в эту сторону 10 То же самое с другой стороны Дальше берем уровень и делаем Такие прорези для того, чтобы Когда мы будем резать уже ножом Чтобы у нас этот нож шел по направлению И рез получился более-менее ровным Только не до конца А просто делаем направление То же самое с этой стороны Просто делаем такой небольшой рез Для того, чтобы у нас нож шел нормально по направлению Теперь с другой стороны переворачиваем эту плиту Так же ищем середину По 15 сантиметров 15 сантиметров в одну сторону 15 сантиметров в другую сторону Теперь у нас мы знаем, что Мы решили, что у нас будет 10 с половиной сантиметров Давай возьмем грубо По 5 с половиной 11 сантиметров Значит 5 с половиной сантиметров От середины От середины берем 5 с половиной В одну сторону 5 с половиной в другую сторону И то же самое с другой стороны Таким образом мы делаем Такие наметки Для того, чтобы нам сформировать линии И чтобы по этим линиям нам вырезать Уже непосредственно саму трапецию Которая будет вставать У нас вот в эту яндову Дальше ставим уровень по другим меткам И так же делаем Направляющую линию Теперь берем Наш ножик Уже нормальный ножик для утеплителя Дай посмотри Дай покажу Смотрите, специальный ножик для утепления Немецкий штубай Покупали мы в магазине Профессионального кровельного инструмента 25 миллиметров Заодно сейчас протестируем Как он будет резать Минеральную вату Вот в этом месте Сложном Так, сейчас, подожди секунду Вот это место Вот этим местом Вот эту малоплотную Малоплотную утеплитель Резать намного лучше, чем вот этим Именно вот этим местом Мы режем Вот эти направляющие, которые мы сделали Они помогают нам Качественно порезать утеплитель Не спеша вырезаем Так, получается у нас Сейчас я света побольше сделаю Получается у нас такой вот ровный рез То же самое мы сделаем и с другой стороны Сделали вот эти вот направляющие Очень сильно они помогают нам Для того, чтобы резать утеплитель Так, сейчас, подожди Почему мы здесь сделали именно отступ Вот у нас получается вот Вот эта часть Почему вот эта часть у нас отступает отсюда Потому что если бы мы делали бы ножом на край У нас бы, ну вот это место очень сложно резать Поэтому здесь мы делаем отступ небольшой Вот мы в данном случае сделали его 5 сантиметров Примерно, да И вот эту часть мы уже идем вот так вот По диагонали Она уже режется намного лучше Если бы мы резали вот по этой части То намного это сложнее сделать Поэтому когда вы будете резать Но если вы по нашему методу будете делать Надо обязательно отступать немножко от края И, соответственно, уже будет намного проще резать То же самое он опять берет Вот эти направляющие Они очень сильно помогают Дают направление И у нас получается вот такая трапеция Все, сделали вот этот утеплитель Теперь вставляем его Вот это межтрапильное пространство Дальше, дальше Немножко дальше еще Еще чуть-чуть Ну вот смотрите, как получается Вот сверху Посмотрите, как получается Вот сверху видно, что трапец у нас Примерно сформирована правильно Опять же говорю, что суперидеально Нам не нужно, да Его нужно будет еще подровнять Но в целом вот мы увидим, что вот это место Получается такое максимально теплым И по такому способу, если мы будем делать Ну и вы будете делать То у вас конструкция кровли будет очень качественная Вот один из способов Резки утеплителя В такое вот сложное место Как, например, Яндова Все стыки пленки мы обязательно проклеиваем Специальным скотчем Дельта-мультибан Также вот обратите на масляные пятна на пленке Это пятна от бензопилы Не очень хорошо, потому что Именно в этом месте пленка у нас становится Воздухопроницаемой и влагопроницаемой То есть немножко, когда масло попадает на пленку Соответственно, пленка начинает терять свои свойства Вот в этом промежутке Это более так выражено, скажем Простым языком Вот все нам приходится по чуть-чуть доделывать Там вот, где вот куски скотча просто приклеены Это, соответственно, дырки, которые мы заклеиваем В одной из комнат уже установили пароизоляционную пленку Классический для нас уже вариант Это монтаж пароизоляционной пленки Дельта-рефлекс Везде ее проклеиваем Видите, вот этот вот синий уплотнитель Это Дельта-шау-банд Мы пускаем его по брускам Дальше у нас идет шаговая доска 100 на 20 Примерно шагом 30 сантиметров по осям Вот такая вот картина получается Максимально качественный эффект В этой комнате тоже установили пароизоляционную пленку Вот так вот это выглядит Сейчас я пройду туда, к стене Здесь вот мы сделали Вот такую вот как бы петельку Потому что дом деревянный, он может оседать А здесь вот мы приклеили на клей Дельта-Тикс ВДР Намерто приклеивается То есть этот узел сделали мы вот так С этой стороны тоже самое Все приклеено на Дельта-Тикс ВДР Идет такая вот складка А здесь вот есть такие вот швы Мы их проходим Клеем Вот этот вот белый, видите, клей акриловый Дельта-Тикс Здесь Дельта-Тикс ВДР А здесь просто Дельта-Тикс Дельта-Тикс ВДР